Какие типы пластика можно перерабатывать на вашем оборудовании? Это очень широкий вопрос, но в целом пластмасса делится на две большие группы – термопластичной пластмассы и реактопластичной пластмассы. Перерабатывается только группа термопластов – термопластичных пластмасс. Для начала надо сказать, что по нашей технологии мы можем перерабатывать как промышленные отходы, так и бытовые отходы пластмасс. Эти пластмассы относятся к группе термопластичных пластмасс, в основном это полиэтилен, полипропилен, АБС-пластик, полистирол, полиамид, ПВХ. В быту они присутствуют в форме различных упаковок, пленок, канистр, труб, каких-либо деталей от оргтехники или автомобильных деталей. В чем разница полимеров и как разобраться? Полимер-песчаный состав получают в процессе равномерного смешивания основных компонентов – наполнителя, песка и связующего – полимера. При соблюдении заданного температурного режима, в результате чего происходит обволакивание каждой частицы наполнителя связующим. При последующей формовке и застывании полимер-песчаная масса образует однородную монолитную структуру с высокой прочностью. Подбор рецептуры композита всегда индивидуален. Он определяется факторами, присутствующими в конкретно взятом случае. Пластмассы классифицируют по разным критериям – химическому составу, жирности и жесткости. Но главным критерием, который объясняет природу полимера, является характер поведения пластика при нагревании. По этому признаку все пластики делятся на три основные группы – термопласты, реактопласты и эластомеры. Термопласты – это пластмассы, которые при нагреве плавятся, а при охлаждении возвращаются в исходное состояние. Особенность термопластов – многократно размягчаться, позволяет неоднократно перерабатывать эти пластмассы в те или иные изделия. Как определить вид пластмассы? Для быстрого и качественного распознавания различных видов пластмасс методика достаточно проста. Анализируется физико-механические особенности пластмасс – твердость, гладкость, эластичность и т.д. И их поведение в пламени спички. Может показаться странным, но различные виды пластмасс и горят по-разному. Например, одни ярко вспыхивают и интенсивно сгорают, практически без копоти, другие же наоборот – сильно коптят. Пластмасса даже издает разные звуки при своем горении. Поэтому так важно по набору косвенных признаков точно идентифицировать вид пластмассы, ее марку. PVC – это поливинилхлорид. Это мягкий гибкий пластик, который обычно используется для хранения растительного масла и детских игрушек. ПВХ можно отличить по признакам. При изгибании на линии сгиба появляется белая полоса. LDPI – полиэтилен низкой плотности или ПВД. Используется при производстве бутылок и при производстве пластиковых пакетов. Полипропилен. Этот пластик имеет белый цвет или полупрозрачный тона. Полистирол. Материал часто используется при производстве кофейных стаканчиков и контейнеров для быстрого питания. Прочие. К этой группе относится любой другой пластик, который не может быть включен в предыдущие группы. Важным условием является подбор полимеров с одинаковым диапазоном температуры плавления или очень близкой температуры плавления. Разбежка не более 10-15 градусов. Рекомендуется применение полимеров одной группы, что требует неглубокой сортировки сырья. Однако допустимо использование смеси разнородных полимеров – мягких полиэтиленов и жестких полипропиленов. АБС пластиков и полистиролов в соотношении 40 на 50 или 60 на 50. АБС пластиков и полимеров в соотношении 40 на 50. АБС пластиков и полимеров в соотношении 40 на 50. АБС пластиков и полимеров в соотношении 40 на 50. АБС пластиков и полимеров в соотношении 40 на 50. АБС пластиков и полимеров в соотношении 40 на 50. АБС пластиков и полимеров в соотношении 40 на 50. Продолжение следует...